Рузаевские энергетики готовят крайние меры и рассылают последние китайские предупреждения должникам. В них черным по белому. Уведомление об ограничении поставки ресурса. В данном случае горячей воды. С последней декады мая. Мордовской электросетевой компании в этом году недоплатили почти 224 миллиона рублей. Это в полтора раза выше прошлогодних показателей. Парадоксально, но сильнее всего платежная дисциплина упала среди бюджетных учреждений. Обычно они переводили деньги точно в срок, но сейчас что-то пошло не так. Общая задолженность бюджетов всех уровней и бюджетных организаций на сегодняшний день составляет порядка 82,5 миллионов рублей. Это где-то в два с половиной раза больше долгов, которые были на прошлогоднюю отчетную дату. Глубина задолженности составляет по отдельным организациям от 4 до 6 месяцев. Бюджетные организации, чтобы было понятно, это, например, детский сад «Радуга». Долг почти 9 миллионов рублей. Или Розаевская больница, что недоплатила без малого 8 миллионов рублей. Они еще с десяток учреждений на следующей неделе могут быть вообще закрыты. Без горячей воды школам и садикам работать не даст Роспотребнадзор. Отдельная тема долга республиканского бюджета по субсидиям. Дело в том, что тарифы мордовской электростевой компании регулируют государство, устанавливая их ниже себестоимости. Разницу по российским законам должен возмещать регион. Вот только не возмещает. Долг по этой статье по сравнению с прошлым годом вырос в 6 с лишним раз и почти достиг отметки в 35 миллионов рублей. Неплатежи сплетаются в тугой клубок проблем. Уже самой электростевой компании не хватает денег, чтобы платить, например, за газ, который нужен для приготовления той же горячей воды. Эти обстоятельства не позволяют обществу своевременно оплачивать собственные энергоресурсы. В адрес общества уже неоднократно поступали уведомления об ограничении энергоносителей, что в конечном итоге скажется на бесперебойности теплоснабжения и горячего снабжения города Розаевка. Кроме этого, возникла прямая угроза срыва собственных производственных программ подготовки к осенне-зимнему периоду следующего года. В адрес ООО «Мордовская электросетевая компания» со стороны ООО «Газпром», «Межрегион», «Газсаранск» и филиал «Пауэнерго» «Волги» «Мордовэнерго» выставляются миллионные штрафные санкции. Здания Розаевской района и городской администрации пока живут без ограничений ресурсов. Это же не детский сад. За себя они платят более-менее вовремя. Вот только говорить с журналистами «Десятого канала» на тему долгов здесь, увы, никто не хочет. Школа, садик – это пророгативы района. Это лучше вам туда обратиться. И что? Вы не снимаете меня? Что снимаете? Что почему? Почему не снимать вас? А у вас какое-то это есть право снимать меня здесь? Да, закон о смене. Что за что? Да, серьезно, представляете. О коммунальном кризисе в Розаевке знают и в республиканском правительстве. Там точно получали письма от Мордовской электросетевой компании. Однако, то ли их не прочитали, то ли не сочли нужным отвечать. Так или иначе, ситуация пока никак не изменилась. Евгений Семкин, Артем Руденко. Наши новости из Розаевки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова